Т-34, КВ-1, ИС-2, эти танки были одними из самых известных советских танков Второй мировой и стали основой бронетанковых войск СССР того периода. Но какие же танки были самыми плохими? О каких танках, повсеместно применявшихся на фронте, вы могли даже и не слышать, и почему они стали полным провалом? Смотрите в этом видео. Т-35 был разработан в Советском Союзе в начале 1930-х годов как тяжелый танк, предназначенный для значительного усиления пехотных частей. Его создание было вдохновлено опытом Первой мировой войны и стремлением к созданию колоссального танка, способного одолеть противника силой и массой. В войсках этот танк прозвали «сухопутный крейсер». Будучи единственным в мире серийным пятибашенным танком, он не столько играл важную роль в танковых войсках СССР, сколько должен был демонстрировать мощь Советского Союза. Он часто изображался, например, на пропагандистских плакатах или медалях. Производство началось в 1933 году, и танк вошел в строй в конце 1930-х годов. Характеристики. Вес – 58 тонн. Экипаж – 10 человек. Вооружение – 76-мм и две 45-мм пушки и несколько пулеметов ДТ. Бронирование – броневые листы толщиной до 50 мм, в основном 20 мм. Основные недостатки танка Т-35. Громоздкость и недостаточная маневренность. Большой размер и вес делали Т-35 маломаневренным и неэффективным в условиях города или лесистой местности. Проблемы с броней. Несмотря на внушительную толщину брони, она имела недостаточное качество, что делало танк уязвимым для современных противотанковых средств. Ограниченная проходимость. Т-35 испытывал трудности при передвижении по сложному рельефу, что снижало его оперативные возможности. Технические проблемы. Многочисленные башни и системы управления представляли сложности в обслуживании и ремонте. Техническая ненадежность снижала боеспособность танка. Устаревшая концепция. В период Второй мировой войны, когда боевые условия стали более динамичными, Т-35 оказался устаревшим и неэффективным в современной тактике боевых действий. В целом, Т-35 был интересным экспериментальным проектом, но его недостатки делали его неудачным танком. А в контексте боевых условий Второй мировой войны, его недостатки стали неисправимы, и большинство танков было утеряно еще летом 1941 года. Т-26 был разработан в начале 1930-х годов и стал основным советским легким танком в период Второй мировой войны. Массовое производство началось в 1933 году. Впервые произведенный в начале десятилетия, он быстро стал основным танком Красной Армии и одним из самых массовых танков Советского Союза. К началу Второй мировой войны до 75% этих танков были морально устаревшими и требовали капитального ремонта. В первые месяцы войны практически весь парк Т-26 был уничтожен, не позволив Красной Армии перехватить инициативу. Всего было произведено более 10 тысяч этих танков. Но к осени 1941 года на Западном фронте он оставался в строю в количестве не более 50 штук. Характеристики. Вес 10 тонн. Экипаж 3 человека. Вооружение 37-мм или 45-мм пушка в зависимости от модификации, а также пулемет. Бронирование толщиной до 15 мм. Основные недостатки. Ограниченная броня. Бронирование Т-26 было недостаточным для защиты от современных противотанковых средств. Это делало его уязвимым на поле боя, как против других танков, так и против артиллерии и других противотанковых средств. Устаревшее вооружение. Легкая пушка могла действовать на равных против других легких танков, но оказалась недостаточной для борьбы с более мощными противниками в виде средних танков, не говоря о тяжелых. Плохая проходимость. Низкий профиль и ограниченные характеристики подвески делали Т-26 менее подходящим для сложных местностей. Технические проблемы. Несмотря на налаженную массовость производства, Т-26 сталкивался с техническими проблемами, такими как недостаточная надежность механизмов и двигателя. Танку требовалось постоянное обслуживание и ремонт. Ограниченная маневренность. Ограниченные возможности маневрирования делали Т-26 менее эффективным в динамичных боевых ситуациях. Танк Т-26, несмотря на свои недостатки, сыграл свою роль в межвоенный период, но с течением времени его ограниченные характеристики стали более очевидными. И он был пошагово вытеснен более современными танками, полностью исчезнув уже в первые месяцы войны. КВ-2 был разработан в 1940 году в Советском Союзе и представлял собой усовершенствованную версию тяжелого танка КВ-1. Производство началось в том же году с целью борьбы с хорошо укрепленными фортификациями, в частности линии Маннергейма. КВ-2 был принят на вооружение в феврале 1940 года, однако вскоре война была окончена, и по своему назначению танк примениться не успел. Впервые танк КВ-2 принял участие в боевых действиях уже в начале Великой Отечественной войны. Несмотря на мощное орудие, которое могло уничтожить практически любой танк противника, значительно повлиять на боевые действия у него не было шансов. Характеристики. Вес танка составлял внушительные 52 тонны. Экипаж. Шесть человек. Вооружался 152-мм танковой гаубицей М-10Т. Бронирование. Бронеплиты толщиной до 75 мм. Основные недостатки. Танк был крайне тяжелым и неподвижным. Вес КВ-2 и огромная башня сделали его медленным и неуклюжим на поле боя. Он становился уязвимым для быстро передвигающихся противников и артиллерии противника. Вкупе с высоким профилем танка и его большой башней, делавшей его заметным на поле боя, он превращался в ходячую мишень. Ограниченная эффективность в борьбе с танками. 152-мм гаубица, хотя и могла наносить мощные удары, была медленной в перезарядке и не сильно эффективной против вражеских танков из-за низкой точности и ограниченной дальности стрельбы. А отсутствие механизма для быстрой перезарядки гаубицы делало КВ-2 еще менее эффективным в интенсивных боевых сценариях. Все это делало его эффективным только в засаде, к чему и относится большинство его успехов на поле боя. Производство КВ-2 было ограниченным, что делало его неспособным к массовому применению и создавало сложности в обеспечении боеспособности. Это усложняло ремонт, подбор экипажа, логистику и так далее. КВ-2 использовался в ранних битвах войны, но его неудачные характеристики и недостаточная эффективность привели к отказу от его дальнейшего производства и использования в пользу более универсальных танков. Несмотря на свою действительно мощную броню, справиться с которой немецким орудием было очень сложно, немцы быстро научились действовать против КВ-2. За считанные недели подавляющее большинство танков были брошены или уничтожены в бою. Он так и не применился в своем прямом назначении. БТ-5 был разработан в 1932 году в Советском Союзе и являлся усовершенствованной версией предыдущего танка БТ-2, который был первым в серии танков быстрого передвижения быстроходных танков. Танк принял активное участие в Советско-финской войне, гражданской войне в Испании, боях на Халхенголе и на раннем этапе Второй мировой войны. Как и большая часть других танков СССР, созданных в 1930-х годах, БТ-5 к 1941 году был морально устаревшим во всех отношениях. Характеристики Вес Около 11 тонн Экипаж Три человека Пооружение 45-мм пушка 20К Бронирование Легкая броня, обеспечивающая защиту от стрелкового оружия не более 15 мм. Основные недостатки Недостаточная броня БТ-5 имел ограниченное бронирование, что делало его уязвимым для противотанкового оружия и пулеметов. Даже слабые японские танки на Халхенголе могли пробивать БТ-5 насквозь. При этом малый калибр техорудий давал сильнейший разлет осколков, делая экипаж невероятно уязвимым. Ограниченное вооружение Его пушка была эффективна против легких танков, но не обеспечивала должной эффективности против более современных противников. Средние танки Третьего Рейха в начале операции «Барбароса» с легкостью уничтожали БТ-5. Низкая маневренность БТ-5 был быстроходным, но имел ограниченные возможности маневрирования из-за своей конструкции. Технические проблемы Несмотря на высокую скорость, БТ-5 сталкивался с техническими проблемами, такими как надежность механизмов и двигателя. Ограниченные боевые возможности Специализированная роль как быстрого разведывательного танка Ограничивала его боевые возможности В сравнении с более универсальными танками Созданный как танк, действующих на оперативных просторах С возможностью быстрого перемещения по линии фронта БТ-5 так и не смог реализовать свой быстроходный потенциал Ввиду отступления Красной Армии по всей линии фронта БТ-5 был активно использован в начале Второй мировой Особенно во времена Советско-финской войны и летом 1941 года Его недостатки стали более очевидными По мере развития танковых технологий И опыта его боевого применения В боях на Халхенголе СССР потерял столько же БТ-5, сколько и в Финляндии Из более 1500 танков БТ, 5 разных вариаций К ноябрю 1941 года на Западном фронте Осталось менее 50 танков этого типа Брошенные в авантюрное контрнаступление, они беспощадно уничтожались немецкой армией Танк БТ-7 был разработан в 1935 году в Советском Союзе И стал последователем линейки быстрых танков БТ Его конструкция была основана на предыдущих моделях БТ-2 и БТ-5 БТ-7 впервые появился в боевом действии в 1939 году в ходе Советско-финской войны И активно использовался в начале Великой Отечественной войны Будучи практически лучшим танком по скоростным показателям, он унаследовал многие проблемы своих предшественников Характеристики Вес – около 14 тонн Экипаж – трое членов экипажа Вооружение – 45-мм пушка и пулемет ДТ Бронирование – броневые и стальные листы толщиной до 22 мм Основные недостатки Недостаточная броня В своей быстроходности БТ-7 жертвовал защищенностью Он имел ограниченную броню, что делало его уязвимым для противотанкового вооружения соперников Ограниченное вооружение Пушка была эффективна против других легких танков, но стала устаревшей в борьбе с более современными танками Технические проблемы БТ-7 сталкивался с техническими неполадками, включая проблемы с механизмами подвески и двигателем К тому же, танк требовал высокого уровня подготовки механиков-водителей Ограниченные возможности маневрирования Быстрые танки БТ-7, хотя и обладали впечатляющими скоростями, зачастую сталкивались с трудностями в сложных местностях из-за своей конструкции, например, на гравия и песке К тому же, БТ был сложен в управлении Недостаточная оснащенность средствами связи снижала эффективность его быстроходности, поскольку требовала слаженной работы экипажей различных танков БТ-7 был успешен в своей роли легкого и быстрого танка в начале войны, но его ограниченные боевые характеристики стали его камнем преткновения Пушка зачастую не могла пробить усиленную броню средних танков Германии даже вблизи В то же время, орудие танка Panzer III могло в некоторых условиях поражать БТ-7 с недоступной для последнего дистанции Попытка же использовать их для ответных атак против техники врага привела к катастрофическим потерям Т-37А – советский танк, разработанный в 1932 году на основе британского Виккерса Первый советский плавающий танк, а также первый в мире серийный танк подобного типа Он имел возможность, соответственно, плавать и был предназначен для поддержки пехоты в условиях водных преград Несмотря на полное отсутствие пушечного вооружения, эта бронемашина считалась танком, хотя иногда именовалась как танкетка Часто называется просто Т-37, однако формально это разные машины, как, например, АК и АК-47 Массово применялись во время вторжения в Польшу, а также в боях против Финляндии Предполагается, что танк был создан как раз с целью форсирования финских болот, рек и озер С началом операции «Барбаросса» в первые же дни и недели была уничтожена основная масса Т-37 Танк полностью устарел в самом начале войны и дальнейшем использовался как прикрытие пехоты или замена легкового транспорта Большое количество этих машин попало в руки вермахта Характеристики Вес Около 3,5 тонны Экипаж Два члена экипажа Вооружение 7,62 мм пулемет Бронирование Легкая броня, предназначенная для защиты от стрелкового оружия Основные недостатки Ограниченное вооружение Вооружение состояло из двух пулеметов, что делало Т-37А бесполезным против бронированных целей Недостаточная броня Бронирование было минимальным и предназначено было только для защиты от стрелкового оружия Ограниченные возможности маневрирования Ограниченные технические характеристики и низкая маневренность делали его менее эффективным на поле боя Ограниченное применение Т-37А был предназначен для специфических задач, таких как разведка и поддержка пехоты Но его роль была крайне ограничена Ограниченное время службы С развитием танковой технологии В период Великой Отечественной войны Т-37А сразу же устарел Успешные операции с использованием этих танков по назначению Носят единичный характер Т-37 использовался в период между мировыми войнами И в начале Великой Отечественной войны Несмотря на свои ограничения и практически полную бесполезность к 1941 году Он внес свой вклад в танковую эволюцию и послужил основой для разработки более совершенных танков в будущем, в том числе плавающих Т-38 был разработан в 1935 году так же, как и Т-37 для обеспечения советской пехоты легкими плавающими танками и был его прямой эволюцией В целом, Т-38 представлял собой глубокую модификацию своего предшественника Предназначался для разведки, обеспечения связи и прикрытия пехоты на водных пространствах Хотя танк превосходил своего предшественника, в целом он унаследовал большинство его черт, в том числе и многие недостатки Летом 1941 года применялись так же, как и Т-37 Даже в донесении Юго-Западного фронта говорилось, что пулеметные танки имеют нулевой потенциал против другой техники К началу 1942 года из более чем тысячи выпущенных танков в строю остались считанные единицы Его успешное применение при грамотной стратегии боя насчитывает отдельные эпизоды Характеристики Вес – около 3,5 тонны Экипаж – 2 человека Вооружение – калибра 7,62 пулемет Бронирование – легкая броня, предназначенная для защиты от стрелкового оружия Основные недостатки Недостаточная броня Бронирование Т-38 было минимальным, что делало его уязвимым для стрелкового и пулеметного огня, а тем более для противотанкового вооружения В финской войне танки не выдерживали даже противопехотных мин Ограниченное вооружение Основным вооружением все еще был пулемет, что делало его неэффективным в борьбе с более бронированными целями Ограниченные боевые возможности Т-38 был предназначен преимущественно для поддержки пехоты в условиях водных преград и его боевые возможности были ограничены в открытых полях В роли легкого танка он уступал практически всем существующим аналогам Низкая надежность На испытаниях зачастую танки больше были в ремонте, чем в деле Танки постоянно ломались, требовали скрупулезного обслуживания и обеспечения Т-38 был создан с учетом определенных тактических задач Его использование было направлено на определенные боевые сценарии, где требовалась легкая и плавающая бронетехника Но так же, как и Т-37, реализовать этот потенциал он не смог Т-80 был легким танком, разработанным в Советском Союзе в период Великой Отечественной войны Он был предназначен для использования в качестве средства боевой разведки и поддержки боя пехоты Характеристики Вес – около 12 тонн Экипаж – трое членов экипажа Вооружение – 45-мм пушка и пулеметы Бронирование – легкие броневые плиты с поверхностной закалкой Основные недостатки Недостаточное бронирование, не защищавшее к моменту создания даже от самых распространенных орудий Проблемы с надежностью Двигатель был настолько неудачным, что его пришлось заменить на лицензионный вариант от General Motors Смена концепции К моменту создания, к концу 1942 года, общая концепция создания и применения танков Совершенно переменилась в сравнении с концом 1930-х Доминирование средних и тяжелых танков, а также общая тенденция к еще большему увеличению их мощи Привела к отказу от стратегии массированного применения легких танков Т-80 стал последним в линейке легких танков СССР, и их успели сделать только 76 штук В войска попали всего несколько экземпляров Фактически, танк был морально устаревшим в своей сути еще на стадии разработки, и проект был вскоре полностью остановлен А какие танки Второй мировой войны любите вы? Делитесь своим мнением в комментариях Если понравился ролик, подписывайтесь на канал Легион Всего доброго!